Прежде всего, как всегда, мы будем благодарить нашего Господа за то, что Господь дал нам такое благоприятное время, спокойное, свободное, когда мы можем вот так вот свободно приходить на наши места общения, молиться Господу и читать Его Святое и Божественное Слово. Оно всегда шло впереди, как я всегда подчеркивал, впереди всех знамений, впереди всех чудес, и оно и сзади, и спереди объемлет все то, что сегодня мы наблюдаем происходящим вокруг нас. Поэтому нам очень хочется, чтобы это Слово Господне, оно еще в большей мере заполняло наше сердце, и Господь дает нам такую возможность. И сегодня брат Сережа прочитал вот это место из книги Езекииля, что этот поток течет из-под храма, и я обратил внимание, вообще-то, вы тоже читали неоднократно, там написано, что все будет живо, куда эти два потока войдут, и там будет рыба в своем виде, вот в таком, в котором она должна быть. Вы знаете, у Господа на все есть свой стандарт. И с одной стороны, и похожих деревьев нет, и похожих людей нет, ну как похожих, они копировали один другого. Но, тем не менее, один вид никогда не переходит в другой, и есть стандарт определенный. И потому, когда Господь нам говорит Свое Слово, Он нам рисует стандарт христианина, какой он должен быть. Мы очень часто не совсем понимаем вот эту истину, потому что христианство – это что-то гораздо более высокое, чем просто добропорядочность, чем просто мораль. Вы знаете, по-человечески, если мы будем рассуждать, то, ну, надо быть справедливым, надо быть честным, и так далее, и так далее. Но христианство идет дальше еще. Оно требует быть милостивыми. И вот, когда мы читаем эту 33 главу, это тоже говорит о том, какими мы должны быть в нашей жизни. Эта фотография, другими словами, христианина, хотя здесь еще было время Ветхого Завета, Господь говорил о чем-то вдаль, но, тем не менее, я когда читаю, это нечто похоже на пятую главу Иван-Клетт Матфея, пятая, шестая, седьмая, там заповеди блаженства. Помните? И вот если их читать, то вы знаете, что, ну, насколько мало сегодня настоящих христиан. Блаженны нищие, ибо их честь, царство небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, ну, а сегодня блаженны те, от которых плачут. Вот они считают себя блаженными. И вы читайте, вот вы найдете, насколько все на большую высоту поднято. Блаженны милостивые, ибо они помилованы, потому что такое милостивое. Согрешили против тебя, а ты просто проглотил, забыл, не стал разборок никаких делать, ну, согрешили, ну, и что ж. Милостивый, помиловал просто. Это не значит, потому что милуют кого? Милуют того, кто преступление сделал против кого-то. Не надо миловать того, кто не виноват вообще ни в чем. Его не надо миловать. А милует того, преступника милует. Или, ну, допустим, читаем, вот, в Священном Писании, я неоднократно напоминал, что, говорит, дал в долг, и не требуй назад. Ну, как много у нас сегодня таких есть. Ну, мы сегодня говорим о том, что мы взяток не берем, в рост не даем, но что дал, то дай назад. А это уже не христианство, если хотите. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Ну, христианство начинается, ну, вот, а что тут, какая польза? Или какая разница, если вы любите тех, которые вас любят? Вот, все так делают, все так делают. А вот когда вы любите тех, которые вас ненавидят, ну, не просто равнодушные. Равнодушные, то, наверное, легче переносится. А вот те, которые терпеть не могут и любить. Это уже христианство. И не языком, не наружным поведением, а внутренним. Я не раз говорил на эту тему, что, когда читаем первую главу к филиппийцам, там Павел говорит о том, что очень сильно любят филиппийцев, и говорит им одну такую вещь. Молюсь за вас, чтобы ваша любовь возрастала, говорит, в познании и во всяком чувстве. Так что в познании проще. Вот прочитал, как надо любить, как надо поступать, и уже нормально. А вот в чувстве, чтобы сердце было согласно с тем, что голова подсказывает в единстве, а вот тут часто бывает разрыв. Потому что мы делаем только потому, что знаем, что так написано, и так надо. А это уже под диктовку закона, это уже под диктовку буквы. Описание говорит, это должно быть в чувствах. Поэтому, наверное, если бы Бог, вот после сегодняшних моих слов, мне сказал или вам сказал, что вас не хватает любви, ну, и надо с этим согласиться. Да, потому что много мы что делаем под влиянием буквы. И это уже хорошо. Я не хочу сказать, что тут не надо. Потому что, как бы мы не выполняли Слово Господне, то если мы его выполняем, то Бог нас судить за это не будет. Мы же выполнили. А вот благословить, я эту мысль часто повторяю, не один раз, она очень важная, тоже не за что. Почему? А потому что в этом случае Бог не смотрит на лицо, а смотрит на что? На сердце. А сердце-то не то. А сердце-то не то. Поэтому нам просто сегодня очень важно через Слово Господне проверить себя, чтобы узнать, а что от нас Бог требует, какой должен быть портрет христианина, если так можно выразиться. И мы уже понимаем, что смотрим не на то, вот как мы в собрание приходим, а с желанием или по обычаю и по обряду. Может, даже и так. Но я думаю, на разбор все ходят не по обычаю, потому что так мало. Хотя могло быть гораздо больше. И здесь уже точно, наверное, идут люди, которые хотят что-то. Ну, а в собрании вообще... Я не думаю, что сегодня вот именно столько людей могли быть на разборе. Ну, чем даже меня убеждали и пытались убедить, что именно вот столько, то я все равно же не поверю. Все равно же не поверю. Потому что я понимаю хорошо, что у кого-то причины серьезные, основательные, а у кого-то просто нужды нет. Я не раз вспоминаю, и сегодня еще раз напомню, когда одну из четвертых, что было давно, может, лет 30 назад, спросили, говорят, а почему ты на разбор не ходишь? Она говорит, меньше знаешь, меньше спрос. Меньше знаешь, меньше спрос. С одной стороны, это так. Это точно так. Кому больше дано с того, что больше спросится? Все на своем месте. Но здесь уже Бог смотрит вот на что. Мог ты знать это или просто не хотел? А Бог знает, что не мог знать, никто никогда не говорил, и просто по своей халатности пропускал вот эти времена общения, и не знал, потому что очень хитрый был. Это ж лукавство. Это ж лукавство, говорит. Меньше, говорит, знаешь, меньше спрос. Но тут уже так вот неправдаешься перед Господом, потому что Бог скажет, ты мог бы быть, ты мог бы это знать, значит, ты этого не знаешь, только потому что, ну, безответственны в этих вопросах. Поэтому пусть Господь сегодня была советна, мы продолжаем эту 33 главу Исаии читать. И останавливались в прошлый раз на этих текстах Писания. Я сегодня только перечитаю. Мы довольно-таки подробно останавливались на каждом тексте, начиная с 15 стиха. Там, значит, кто может жить при огне пожирающем, кто может жить при вечном пламени. И еще раз перечитываю. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Это еще раз повторяю. Вы знаете, что настолько надо быть осторожным, чтобы говорить истину только. Почему я и говорил, если вы помните, что лучше помолчать в некоторых вопросах. Потому что иногда мы что-то принимаем за истину и передаем как истину. А там до истины очень-очень далеко. Как от земли до неба. Выражение такое. Поэтому вот здесь Писание говорит, что будьте очень внимательны в этих вопросах. Потому что особенно сегодня настолько много лжи, настолько много неправды и делается, и произносится, что очень трудновато разобраться, а что есть что на самом деле. А что есть что на самом деле. Говорит истину. Кто презирает, корыстит притеснение, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Ну и мы, значит, я обращал внимание, вот тот, кто эти требования выполняет, написано, тот будет обитать на высотах. А вы знаете, что такое на высотах обитать? Если уже так просто по-человечески рассуждать, конечно, здесь имеется в виду духовная высота. Когда человек и чувствителен, и откровение у него есть, это вот те высоты духовные, где, находясь, на которых человеку очень трудно увлечь каким-то заблуждением, потому что сразу чувствует, что что-то не то, что-то не то. Даже по словам, по анализу, что сказано, иногда не разберешься. А вот сам дух человек чувствует, с которым он приходит. Тот будет обитать на высотах. Находясь на высоте, в безопасности, его и не достать с земли, высоко. И видно сверху хорошо. Вот два преимущества. Одно, значит, от земли далеко. Что значит сегодня быть от земли далеко? Это значит, правильно реагировать на то, что происходит вокруг нас. Вот это земное. Оно, знаете, что оно оставляет следы. Это огорчение, это разочарование очень часто, это вот проблемы вот эти земные. И согласитесь со мной, что если не уметь, так сказать, быть свободными от них, они очень сильно влияют и на нашу духовную жизнь. Кто находится на служении, и на служение влияют. Это очень редкие люди. Вот типа апостола Павла, помните, у него были проблемы. Я напомню, когда разногласия по поводу закона, и он шел к апостолам в Иерусалим, он же не знал, как они его встретят, как они его примут. Это же всегда так. Кто его знает? Сам к себе Павел, он был уверен, что он делает. Но вы знаете, очень много зависит от того, как еще и поддерживают. его сбить нельзя было, апостола Павла. Но для него не безразлично было, что скажут остальные апостолы. Если вы помните, они, значит, шли, но, наверное, если бы я шел, то по всем церковным, молитесь за меня, я там не знаю, что ожидает, вы знаете, что, и так далее, и так далее. А они шли и радость производили. Вот понимаете, вот насколько они могли подняться над землей, над обстоятельствами. И только потому, что они знали, что они делают. В некотором смысле слова действительно могла быть эта тревога, а как, что дальше будет. Я представляю, что если бы, допустим, Петр, Фома, Иоанн не приняли Павла, остановить его не остановили бы, но уже смотрели бы на него не совсем так, те, которые слушали Петра, Иоанна, Фому и так далее. Вы не понимаете, что я говорю. Это было бы не совсем приятное явление, хотя я хорошо понимаю, Павла не остановили бы. Потому что он говорил, а я знаю, кого веровал. Я говорю, знаю, от кого принял. Он знает, а я тут не знаю. И начинаю о Павле рассказывать всем. Кто его знает, может быть, не совсем открытым текстом. Ну и, конечно, люди слушают и тоже насторожены. И потому что у него было очень важно, как примут апостолы. Но не знаю, что будет впереди, тем не менее, он не уныние щел, не страх щел, он великую радость производил. И щелы не теряли. Вы знаете, как у нас часто бывает? Вот я говорю о том, что значит на высотах находиться. Вот я не просто взял вот перечень требований и так далее, а дальше следствие. Вот у кого будет жизнь не вот так, тот будет обитать на высотах. А на высотах это значит и есть возможность любой обстановки, независимо от того, что на земле делается, быть сосудом Божьим угодным для потребления на всякое доброе дело в любое время и на любом месте. И не всегда ж так бывало. И Павел, Петр, Христос, вы помните, никогда не теряли общение с Богом из силы? Сколько о Христе говорили, помните? Всякое, как и о нас, наверное. И даже говорили, что он изгоняет беса в силу княжа Бесовского. Это же надо иметь такую шлепоту. Хотя там была не шлепота, там было просто наглое вранье. Книжники, фарисы, особенно верхушка, Христос их когда разоблачил? Вы помните, когда он притчу сказал, что там хозяин отдал виноградник, потом отлучился, а потом присылал слух одних, других, третих, чтобы дали плоду. Одних били, других убивали. А после, наконец, послал сына своего. Помните эту притчу? И виноградеры сказали, вот идет наследник. Они уже не сказали, вот идет очередной из пророков, вот идет очередной из помазок каких-то, ну, на уровне людей, вот идет наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет чье? Наше. Поэтому он им и сказал, вы, говорит, хулите Дух Святой, когда говорите, что я изгоняю бесов силой князя бесовского. И подупрождают, это, говорит, все просится, а вот хулана Дух Святой не просится, ни в всем веке, ни в будущем, продупредили, их серьезно продупредил. И вы знаете, что впоследствии дальнейшее событие, они показали, что эти люди шли как волны у бой, как мы сегодня говорим. Помните, когда пришли и донесли им, что Иисус Христос воскрес, они поверили, что Он воскрес. Они поверили, что Он воскрес. сказали, только никому не говорите. Ну, скажите, что когда мы спали, пришли ученики, украли его, говорят, а вы не бойтесь, что вас казнят, мы за вас заступим, денег им дали. Это же было сознательно все. Это уже было, допустим, люди простые, допустим, в евреи, они поверили вышестоящим. Они искренне заблуждались. Как когда-то, помню, никогда не забуду, брата Гончар, который любил часто повторить. Искренне заблуждаются. Так что, если вы даже искренне, то не исключаю, что заблуждаетесь. Вы меня понимаете, о чем я говорю. Люди считают, что если кто искренне, то уже не может заблуждения. Ничего подобного. Может быть. Научили, так поняли. Люди верят, и вопросов нет у них никаких. Однозначно понимают, что вот так и не иначе. А на самом деле это бывает совсем по-другому. И вот эти люди уже и дальше научили, и поддерживали, и угрожали. Помните? Они уже не могли остановиться. Хотя прекрасно понимали, что есть на самом деле. Что и было воскрешение, то те, которые были в заблуждении, у них открылись глаза, и они покаялись. А кто делал сознательно, они так и не покаялись. Во всяком случае, в Священном Писании мы не находим, чтобы Анна, Каиафа и другие, чтобы не покаялись. Ну, не написано. Молодцы покаялись, не знаю. Но, во всяком случае, вы были об этом не написаны. Поэтому сегодня, почему, допустим, у нас сегодня проблемы у меня, у вас, где-то что-то достигает, где-то что-то пораненное бывает, где-то что-то неприятное, не на должной высоте. Не на должной высоте. И здесь уже надо винить не кого-то, а винить самого себя. обидел меня кто-то, кто-то сказал, опустили же меня руки. Кто это делал, он будет отвечать сам. А вот за то, что я расклеился, я буду отвечать. Я буду отвечать. Вы понимаете, о чем я веду речь? Мы-то готовы будем винить всех, кроме себя, что все кругом виноваты, а я вообще ни в чем не виноват. Но это не так. Но это не так. Мы есть мы, кто-то есть кто-то. Вот нам пример дан. А почему это больно? Конечно, я понимаю, что неприятно, то неприятно. А вот, допустим, какое-то возмущение отрицательное или впоследствии какая-то жестокость появляется, это уже говорит о наших минусах. Что дьявол где-то имеет конкретно доступ. Имеет доступ, потому что где-то не сбодрствовали, не совершенство характера. Поэтому на сегодняшний день уже говорить о вечности, я уже не буду говорить о вечности, туда ничто, не чистое не войдет, только чистое. А пока на земле, то Бог пользуется всем, и чистым, и нечистым. Дает возможность проявиться человеку, его характеру. Я просто напомню, я так сейчас как-то читаю, вот, исход Израиля из Египта, то там неоднократно повторяются слова, а я ожесточу сердце фараона. Помните, как будто Бог сам, столько у него много жестокости, что он ее может наделять у всех. Ожесточу. Там, враги, не идет о том, что ожесточу, сам жестокость какую-то дам, но просто дам сердцу фараона проявиться, чтобы он открылся, какой он есть на самом деле. Вы знаете, хорошо, что Бог очень часто просто людям запрещает делать то, не хотят. Они долго вынашивают планы, строить, но ничего не получается. А тут приходит момент, когда Господь дает добро. Потому что без Его разрешения никто ни одного слова не может сказать. Хотя очень часто хочется. И я хорошо понимаю одну такую вещь. Когда, допустим, человек сделал какое-то преступление, перед Богом, за что ему наказание положено, и так далее, и так далее, после он покаялся или исповедовался, то если Бог простил и закрыл, оно никогда не вылезет наружу. Все, вопрос закрыт. Кто-то может знать, кто-то может очень хотел бы это сказать, но у него запрет стоит. Но когда дело не до конца доведено, когда человек что-то сделал, но остается непрощенный, иногда многократно повторяют эти грехи, то по шлифу приходит время, когда Господь черпит, а потом раз, позволяет кому-то раскрыть все это. Я хорошо понимаю, говорят так. Не буду говорить, что я хотел сказать, не хочу. Но я просто эту мысль проведу до конца, которую веду. Но если что-то раскрывается, где-то задним часов поднимаются вопросы, это говорит о том, что с человеком не все в порядке. Я не имею ввиду клевету, которую дьявол носит. Я это не имею ввиду, потому что есть клевета, что придать. Есть то, что обвиняют в том, чего не было, или обвиняют в том, что где-то умира и что было где-то далеко. Это две разные вещи. Но вот то, что происходит с нами как с христианами, и мы вроде закрыто, вроде наладили дело, но еще впоследствии раскрывать и нельзя закрыть, что-то было недоделано, что-то было не совсем так, как человеку казалось, на самом деле не совсем так было. Поэтому я просто хотел бы, чтобы на эти вещи мы обратили внимание сегодня, потому что это тоже вопрос нахождения на высоте определенной. И я и взял вот это место, тот будет обитать на высотах, у убежища его неприступные скалы. Неприступные скалы, почему они неприступные, потому что вот эти заповеди, они все исполнены были, и дьяволу не за что зацепиться, потому они неприступные. Но если что-то было нарушено, у него есть зацепка, у него есть зацепка, уже есть доступ, приступать может, потому здесь сначала перечислено вот порядок, вот Божьи требования, а дальше следствие их исполнения, неприступные скалы. Я не раз повторял, сегодня еще раз напомню, что тогда дьявол не имеет доступа, когда у нас нет его вещей. Вещей, я имею в виду, не только вещей, а вообще имеют грехи какие-то. И я нигде раз напоминал из Деяния апостолов, когда против апостола Павла, серебряных Дмитри и ему подобные ремесленники возвыгли бунты, гонения. Вы помните, собрали там, город целый сошел, кричали, велика Артемида Ефесская. Помните это местописание? И я думаю, что вы помните, во всяком случае, я об этом говорил не один раз, чем их блюститель порядка утешил. Это был представитель власти. Он сказал им так, «Мужи иудейские, послушайте, говорит, меня, или граждане вот этого города Ефесс, послушайте меня, эти, говорят, мужи, храмы Артемидии не обокрали и богини вашей не хулили. Так что вы к ним пристали? Понимаете? Вот у него ничего не было, у них из храма этой богини Артемидии, которая почитает вся вселенная. Помните это выражение? То есть это ценности общемирские, говорят, у них этого нету, они ничего не украли, и они богини вашей не хулили, они проповедовали Христа, вот и все. Они Христа проповедовали, у них вещей нету из этого храма, поэтому если у нас сегодня есть вещи дьявольские, не говорю про наркотики, порнографии, еще что-то в этом роде, еще что-то в этом роде, это его вещь, или музыку слушать, тяжелый рок, это его вещь, и не ожидайте, что что-то будет толковое, это его вещь, обокрали, обокрали его храм, его вещь у вас, вы никогда не будете свободны с этими вещами, только поймите меня правильно, что я имею в виду, когда говорю вещь, это может быть оккультное, это может быть оберги какие-то, может быть еще что-то, а может быть просто грехи, которых человек любит, это его вещь, и только тогда могли защитить представителя власти тем, что ничего чужого нету, насколько сегодня, как сегодня говорят, плагиата было в своем армии теперь есть, глянь, думаю, когда только что покаялся, думаю, что-то за музыка в этой песне, потом вспоминаю, вспоминаю, это где-то год было, полтора, как я показал, а, так это же с мирской песней мелодия взята, думаю, что она у меня путается, вроде слушаю песни, но я же где-то когда-то слышал все это, оказывается, оттуда взято, или слова почти один к одному только чуть-чуть заменено, оттуда взято, как вы думаете, оно переворот внутрь сердца сделает или нет? Ничего подобного не сделает, это оттуда, можно просто человеческое, вот оно даже небесовское, но оно же не Божие, оно же не от того источника, об этом-то думать надо, опять-таки повторюсь, я хочу, чтобы мы были на определенной высоте, чтобы было наши убежи, скалы неприступные, что такое неприступные, ни за что зацепиться, это гладкие, ну ни за что не зацепишься, и вы помните, вот насколько трудно было первое время воевать, когда Моисей с Аароном выводили народ из Египта, бросили жезлы, бросил жезл свой Аарон, змеем стал, бросили чародей, и что, тоже что было? Тоже змеи стали живые, а за ними то стояли разные личности, за змеем Аарона змеи, но там стоял Бог за этим же злом, а здесь тоже змеи, но тут дьявол, взяли воду, кровь превратили, в одном случае Бог стоял, в другом случае кто стоял? Дьявол, вот так исцеление, которое сегодня получают люди, за одними Бог стоит, за другими обман стоит, это то, что называем ложное целительство, и так далее, и так далее, о чем я не буду говорить. Я просто говорю об этих вещах, я очень хочу, чтобы ничего чужого не было в нашей жизни, чуждого, ничего абсолютно, за все мы можем не понимать, а Бог все видит, это чужое или это настоящее. Купили вы, допустим, как пример, на рынке что-то, идете. Подходит, слушай, это моя сумка, ну, как ее на рынке купила, украли и продали, моя. А что, вы думаете, такого не было, когда в церкви украли аппаратуру музыкальную, потом пошли на рынок и нашли. Говорят, ничего подобного, а он знает, где там знаки стояли эти, говорит, мою отдавать, это ворованное. Каждый хозяин свою вещь узнает и потребует отдай. Ты можешь говорить, что не знаю, можешь говорить, неизвестно, как оправдываться, но хозяин, у которого эту вещь забрали, он узнает свою вещь и потребует отдай или дай место в моей жизни, или вещь отдай, или отдай деньги. Это моя вещь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня понимали эти вещи, это не просто Бог говорит что-то, вроде бы ему нечего говорить, да надо время занять. Он хочет, чтобы мы были свободны. А свободны когда? Когда на высоте неприступные скалы, если бы мы жили где-то на луне, или где-то в каком-то месте, где греха нет, тогда незачем были бы скалы неприступные, незачем были бы высоты, но все дело-то мы живем на земле, а на земле грех царства, и нам надо искать место. И Писание говорит, ну, не просто место, с одной местности в другую переехать, куда бы не переехал дьявол тот же самый, немножко только лицо другое меняет. А вот когда Бог что-то советует, это именно вот то место, где можно укрыться. И первое, говорит, будет обитать на высотах, убежит неприступные скалы, и вот что интересно, хлеб будет дан ему, ему не надо будет спускаться на землю, чтобы искать хлеба, Бог ему даст хлеб, там подаст на той высоте, где он находится. мы иногда этот хлеб ищем на земле, где-то в романах, где-то в фильмах, которые, ну, в неком смысле и моральные, и хорошие, ну, это на земле. А вот то, что мы имеем в Библии, это тот хлеб, который с неба дается. И вот наши братья, которые в свое время сидели в чурмах, они были вынуждены некоторые тексты писания находить в мирских книгах, потому что Библия была редкостью. И они брали, читали и находили вот тексты писания, но уже понимали их не в взвращенной форме, как там их подавали, а понимали, как писание. Они были вынуждены это делать, а у нас сегодня никакой нужды в этом нет. Мы еще не надо спускаться никуда, не надо на помойках в интернете рыться где-то, чтобы что-то найти. И с одной стороны там вроде хорошая вещь есть, а у тебя интернет есть, я в эту помойку не хочу лезть. Хотя там мои проповеди есть, я не знаю, на воротке есть. Зачем оно мне надо? Зачем оно мне надо? Вообще скажи интернет, у многих людей скажут, о, и Куркаев в интернете сидит, нет у меня интернета, я не надо, зачем мне надо этот интернет? Зачем мне спускаться на низ со скалов искать хлеб, когда я могу напрямую взять? Зачем мне это надо? Поэтому я просто об этом напоминаю сегодня. Слово Божие, оно было произнесено в очень древнее время, но оно и сегодня живое действие, потому что Бог нисколько не поменялся. И когда я сегодня читаю тот же самый исход из Египта, вы знаете, что я нахожу не только исход из Египта, не только вырвался из плена греха, я нахожу судьбу во всем всего мира там отображена. Вы помните, читаете Откровение, там и град был побил, помните, там и нарывы на людях, там и саранча пошла в Откровении. По сути, делает и проброс сердца нашего больше с грехом и дьявола, и вообще судьба нашего мира. И кончается все. В одном случае, значит, крови пасхального анца, в другом случае, когда читаем Откровение, явилось вот этот всадник на коне в белой одежде, что ему Слово Божие обогранное тоже кровью. И тоже кончается этим. Поэтому здесь истории нет для нас. С одной стороны, это история, а с другой стороны, прообраз на будущее время, и точно-точно все повторяющие. Круг маленький, потом круг еще больше, а потом круг еще больше, и оправдываться местописание. Вот, говорят, вот это что-то новое. А помните, что Клисас говорит? Нет ничего нового, все это было уже. Но повторяется, круги только больше, и все. Нет ничего нового. Ну, конечно, это может быть особая тема, и в достижениях науки нет ничего нового. И вообще, когда мы смотрим, кое-что доносится из той седой глубины, то, оказывается, люди пользовались чем-то, что мы сегодня упустили. И оно было гораздо сильнее, и более мощнее, чем а тогда было безопасно пользовались. Пользовались безопасно какими-то законами природы, которые, может быть, утеряны были. Но было, люди были не глупые, конечно, проживет 40 лет до умны, а там 969 прожил. Конечно, не так поражен грехом был. И общение с Богом было более близкое. Конечно, они имели разум, ну, нисколько не уступающий нашему современному, может быть, даже на более высоком уровне. Поэтому хлеб будет дан ему, и вода у него не исчакнет. Почему? Потому что Господь будет. На скалах там нету воды. Надо на землю сойти, чтобы ее взять. А здесь говорят, кто в Боге находится на высоте определенной и на скалах. То есть и хлеб будет дан ему, и вода у него не исчакнет. Не исчакнет. Это мы часто боимся. Я опять-таки повторяю фрагмент одной из профит, которой я говорил. Помните, я здесь тоже напоминал, когда уже фараон не мог удержать Израиля, то он сказал, ну, ладно, уже идите, только не уходите далеко. Только не уходите. Не будьте вы такими святыми. Вы же тогда много с чем не сможете воспользоваться. Вам же ущерб большой будет. Вы не уходите далеко. Как говорят, стойте одной ногой на одном пути, а другой на другом. Зачем же вам так отрываться? Если люди часто боятся, то вот, ну, как довериться полностью Богу? А кто его знает, что Бог будет делать? Уже надо немножко на Бога обращать внимание, но, говорят, и часто это пословица, наверное, не по делу произносится. На Бога надейся, а сам не плашай. Может быть, с точки зрения, предлагаю все старание ваше наиверно. Все таки, ну, если что-то Господь повелевает, дело, то надо делать. И надо делать не лишь бы как, а со всяким ущердием. Ну, а с другой стороны, если полностью довериться Богу, то Бог все прекрасно устраивает, и не будет ущерба. Я не раз повтораю один из таких примеров, что значит не полностью довериться Богу. Кто-то один сын одного из пастырей, наверное, раз в пять каялся, и раз в пять срывался. Пьянство. Покаяться я опять туда, покаяться опять туда. И он, значит, договорился, уже выпросил, ну, на прием. Я-то обычно ставлю вопрос ребром, не записано, не приезжайте. Потому что людей бывает много, просто не успеваешь и делают, хотя люди этого не понимают. Они думают, что можно целыми сутками по 24 часа и все как-то сойдет. Это же на самом деле не так. Он уже уговорил пастор, ну, приезжай, пусть приедет. Вот мы с ним беседуем, 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 минут, наверное, 40-50 прошло. Я как-то спрашиваю, слушай его, я вот тебя слушаю. А ты в своем сердце решил, что если Бог тебя освободит, то ты будешь Богу служить. И вовсе в тебе есть желание служить Богу? Твердый говорит, нет, нет. А вдруг мне будет хуже, чем теперь? Я говорю, вот твоя проблема. Если бы ты ставил вопрос, есть Бог или нет, тогда Бог может давать ответы делом. Ну, вообще, что для христианин, наверное, надо было усилия колоссальное приложить. Такому человеку Бог дает мгновенно. На, получай и знай, что я есть. Но когда ты знаешь, что Бог есть, тебе сомнений нету, и ты что-то просишь, но сам не решаешься Богу служить, зачем тебе Бог это будет делать? Зачем? Ты выйдешь с пьянства, в блуд бросишься? Зачем? Вот одна из причин, почему мы терпим ущерб, по той простой причине, не можем до конца Богу довериться. Все, вот идем, но держим для себя открытые двери назад. Ну, а на всякий случай я все-таки порывать все не буду. А вдруг? Вот эту а вдруг, оно очень часто бывает проблема для человека, которую он не понимает, и не может получить то ли свободы, то ли каких-то обетований Божьих, то ли еще чего-то. Ну, здесь можно рассуждать на различные темы, по различным линиям вести рассуждения. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня твердое упование на Господа положили и не думали, что если мы слишком далеко оторвемся в святую жизни, то нам будет плохо. Плохо не будет. Плохо не будет. Если будем связи поддерживать с грехом, то да, будет плохо. Потому что однажды может падение быть, и тогда трудно очень подниматься, тяжело подниматься после падения. Потому пусть Господь благословит нас, чтобы мы правильно мыслили, чтобы мы правильно понимали вещи. Хлеб будет дан ему, вода у него не исчакнет. И вот как следствие хлеб дан, вода не исчакнет, глаза твои увидят царя в красоте его. Вот мне что похоже, как мы читаем в Евангелии, вот эти заповеди блаженства. Помните, там перечислено где-то шесть этих заповедей блаженства, а уже седьмая, седьмая, значит, что Господа, Господа увидишь. Вот и здесь тоже. С одной стороны, для того, чтобы человек знал, что Бог есть, Бог так запросто и просто и легко открывает себя, увидит. А уже когда в нашей жизни, мы живем христианской жизнью, увидеть Господа, видеть Его, здесь уже условия соблюдаются. Вот если это будет так, то будешь видеть Господа. Ну, как видеть Господа? Я хорошо понимаю, что таким, каким Он есть, мы Его никогда не увидим. А вот так, как Он нам показывается. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать, потому что я не один раз говорил, что Бог наполняет собой всю эту огромную вселенную нашу, миллиарды световых лет, Он наполняет собой одновременно все, но как Его можно увидеть? А вот как Он открывается в определенном месте, можно увидеть, Бог открывает это. И потому становится понятным вот этот смысл Господа видеть таким, каким Он открывается, не так, как мы воображаем Его. Вот почему Священное Писание всегда напоминало, что не делайте изображений моих, потому что я не такой. Я недавно читаю, значит, дети разговаривают. Я думаю, на самом деле верно. Значит, и в детском садике тоже кто-то может читал, подходит воспитатель и спрашивает девушку, что ты рисуешь? Она говорит, Бога рисую. Она говорит, слушай, так никто же не знает, какой Бог есть. А вот скоро узнают. Вы понимаете? Говорит, скоро то есть кончу и узнают. Но на самом деле это совсем не то, что надо. А как? Никто не знает, он есть. Скоро узнают. И сидят старательно рисуют Бога. Поэтому когда мы действительно это делаем, хотим мы или не хотим, мы его ограничиваем. И как бы мы не хотели, вот видели мы рисунки, правда? И вот молимся, делаем, и мы как раз вписываем Бога в тот рисунок, который мы видели. Ну, так или не так? Так? И я второй пример провожу. Очень часто вот эти распятия Христа рисуют, распятые на кресте. Но это тоже неправда. В чем неправда? У него же некрасивое лицо было с трапинкой, оно было изуродованное до неузнаваемости. Его же глаза были заплывшие. Вы помните, как написано? Был обезображен лик его. Когда-нибудь видели обезображенное лицо? Там ни носа запухшее, ни глаз, ничего нет. Он рисует такой красивенький, красивенькая фигурка. Но он же не такой весел на Голгофе. Ну, хотя бы нарисовали вот такое. А как его нарисовать? И нигде вы не видели обезображенное лицо, правда? Красивое, нимб над головой и так далее, и так далее. Но это же не так было на самом деле. Там же вся кожа была иссечена. Но не такой же он был. Даже в этом вопросе нельзя изобразить так, как оно было на самом деле. А если не так, это уже обман, это уже не то, что было на самом деле. И что есть на самом деле, когда мы его сегодня так вот изображаем. Я сегодня понимаю, почему сегодня был дал такое направление отказывать от всего этого, потому что это ограничение. Как бы ты красиво не нарисовал, как бы ты не изобразил, но это неправда. Это неправда. Он не такой. Вот здесь написано, увидит царя в красоте его. И уже когда Бог показывает даже каким-то образом символическим, условным, он этим не ограничивает. Он умеет это в расширенном виде подать. Потому что он тогда не только зрительным восприятием, но еще внутренним восприятием. Я помню когда-то, когда я понимаю вещи, когда Бог показывал, как небо устроено, вот были мгновения. Значит, вижу одно, рука сразу рисует второе одновременно, а третье знание просто укладывается без всякого голоса, без ничего. Я испытал вот это. Когда мне никто ничего не говорил, я ничего не слышал, но я знаю, что с этим человеком происходит. Никто мне не говорил абсолютно. Иногда бывает пророчество или видение. Нет, никакого голоса не слышно было, но знаю, что происходит с ним. И потом говорит точно, а иногда как будто он слышал, как будто он знал. Просто когда Бог показывает, у него расширенные возможности это делать. Это не только зрительное восприятие, это не только, так сказать, голос мы его воспринимаем, но еще нечто то, что и объяснить не можем, как оно все вливается в сердце. поэтому очень хотелось чтобы мы действительно исполняли вот эти требования Господни от сердца, от души, и так будем иметь общение с Господом. Я не говорю, что будем видеть постоянно. Здесь именно ведется речь о том, что общение с ним увидит царя в красоте его, узрит землю отдаленную, то есть будут знать, может даже сверх разума, к чему стремиться, куда мы идем, потому что Писание говорит об этих вещах, не видел глаз, ухо не слышало, и что еще? И на сердце не приходило, на разум не приходило, и так далее, и так далее, что Бог приготовил любящим его. Я понимаю эти вещи, ну как понимаю, почему? Я вам не раз рассказывал, что видел цветы небесные, очень красивые, но ничего подобного даже близко нет на земле. Я смотрю такое огромное обилие цветов, различные формы, раскраски и так далее, но там ничего подобного нету. Я просто не могу это пересказать. Поэтому, когда Бог с нами говорит о чем-то, видел Господа, красоте Его, это в сравнении с тем, с чем можно сравнить на земле. Но это уже по самому высшему стандарту, свойственному для людей, живущих на земле. поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы у нас убежище было на высотах, чтобы скалы наши были неприступные, чтобы хлеб получали от Господа и вода не исчекала, ну и чтобы мы слышали голос Божий, видели Его руководство в нашей жизни, потому что именно к этому и сводится смысл служения. Без этого мы просто-напросто не сможем пройти наш христианский путь. И дальше 18 стих «Утро землю отдаленную» «Сердце твое будет только вспоминать об ужасах» И несколько ужасов перечислено «Где делавши перепись? Где вешивши дань? Где осматривающи башни? Это тот враг, который держал порабощение. Перепись, чтобы не ускользнул никуда, чтобы можно было найти в любое время, чтобы твое имя было записано там, где надо. Весивши дань забирают то, что не присуще ему. Дань уж обкладывали враги, когда брали в плен. И хочешь, не хочешь, голодный можешь сидеть, но положенный отдай и все. И осматриваешь башни, то есть те места, где можно скрыться от неприятеля. Неприятеля, непогоды, от бедствий каких-то. И как раз очень часто враг в наше время очень тщательно осматривает нашу, чтобы видеть, где мы укрываемся, чтобы разрушить это. И прежде всего, может быть, это не всем свойственно, он не хочет, чтобы мы укрывались в имени Господа. Вы знаете это местописание. Я уже затрону эту башню. Во-первых, есть определенная тема про башни. В Иерусалиме были башни, имена свои имели и так далее, и так далее, и есть смысл в этом. Но самое главное, что Писание говорит, имя Господа крепкая башня. Но у нее кто убегает? Праведник, правда? Нечасивый может убежать туда? Праведник убегает туда. И безопасен. Имя Господа крепкая башня. Что я имею в виду? Может, это бывает нечасто, это редкое явление, когда христиане, которые хотят жить чистой жизнью, ну, а мы находимся в людей мирских, они это видят. И очень часто они не говорят, что они христиане, они в эту башню не заходят. А врат о том, что мама не разрешает, папа не разрешает, муж не разрешает, жена сказала, разведусь, перестанешь петь, уповают, кивают на здоровье, почему не могу. Это не та башня, в которой можно убежать. Хорошо понимаете, что я говорю? Имя Господа крепкая башня, все остальное это неправда. Нельзя защищаться, что здоровье плохое, поэтому то и другое. Это уже не та башня. Или увидит кто-то, это не та башня. А вот сказать, я христианин, вот это будет башня. И вот поэтому я не делаю ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Поэтому, пожалуйста, примите это во внимание, ну и сегодня скажите сами для себя, какой вы башни скрываете, когда ходите среди людей. это все башни, но они очень ненадежные. А вот имя Господа это крепкая башня. И с одной стороны, как только люди узнают, что вы христиане, они совсем по-другому реагировать будут. Могут усилить давление первое время, но зато потом скажут бесполезно, бесполезно. Когда-то я знал двух братьев, то в одном говорили так, ну с этим еще можно говорить, а этот фанатик бесполезно, не первоспитывает, не подходите, он все равно не пойдет. Там знали, что верующий конкретно никаких вопросов быть не может. А с этим еще можно говорить. Я не знаю, с вами еще можно говорить или нет. Но если вы защищаетесь неименем Господня, то можно с вами говорить. А вот если имя Господа позубуют, позубуют и скажут, бесполезно, даже не обращайтесь туда. Поэтому очень неправильно делают те, которые не прячутся в эту башню, в которой вполне можно и доступно спрятаться и защититься. Потому что там, где имя Господа, там его защита, там его твердость. И там люди понимают, с кем сталкиваются. Не увидишь более народа Швирипова, народа с глухою, непонятной речью, с языком странным и непонятным. Вы знаете, что я здесь вижу? Бог сравнивает вот речь язык других народов с языком евреев. Это самый совершенный язык. На нем написано Библия. Все остальные языки, когда он сравнивает с этим языком, он говорит, для евреев какая речь? Странное, непонятное, и это действительно так. Это действительно так. Поэтому если и будет на небе язык человеческий, то будет еврейский. Не белорусский, не русский, не украинский, не китайский, а еврейский. Это первый язык, на котором была написана Библия. Это действительно так. сегодня, чтобы понять некоторые вещи глубоко, Господь так сделал, что на ту же самую тему несколько мест писания, потому что очень трудно передать язык оригинала. Я уже не раз вам говорил, чтобы перевести на русский язык слово значение имени Аарон, то когда еврей, знающий этот язык, он это слово услышал и тут же понимает, что оно значит. А для нас сегодня это просвещенный учитель, гора света и так далее. Целая шренга, чтобы понять, что имя Аарон значит. А еврей, когда его слышал, сразу понимал все вместе. Как это так? Я, допустим, не могу понять этого, но чтобы перевести это имя на русский язык, не переведешь двумя-тремя фразами. Оно умешает тебе все. И гора, и гора света, и просвещенный, и учитель, все в этом одно слове Аарон скрыто. Поэтому, когда Господь говорил, он говорил, что не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, непонятной речью, с языком странным и непонятным. Ну, конечно, я сегодня не говорю о нашем русском языке, но я говорю о другом странном языке. Когда человек говорит с тобой о себе так трудно догадаться, что он над тебя хочет. Понимаешь, что что-то хочет, ходит вокруг да около и думаешь, что за язык, что за вопросы, зачем они надо. Тут надо думать, какая у нас речь. Странная, глухая, непонятная и народ свирепая. Вы, наверное, сами были когда-нибудь свирепыми? Наверное, наверное, были. Когда где-то разозлились, когда где-то еще что-то. Вот и получается, народ с глухой, непонятной речью, свирепый народ, свирепый народ. И кто-то мне говорит, стоите, кричит перед руками, махает, давай будем молиться, чтобы Бог мой состанет. Я сказал, слушай, зачем мне надо молиться? Я вижу по твоему разговору, как ты кричишь. Молиться буду. Зачем? Вы понимаете? Зачем молиться, когда ты стоишь и кричишь? Еще молиться надо. Я и так вижу все. Не надо никаких откровений. Все на лице написано, поведение, слова, выражения лица. Зачем? Поэтому вот здесь Господь напоминает сначала вот эти все принципы Божьи, вот эти все качества, которые должны быть, а потом говорить, сравнивай себя с ними. Вот у тебя речь еврейская, я ее беру за основание, потому что на еврейском языке это и написано было. А все другое, свирепый народ с непонятной речью, не понимает, чего он хочет, что он добивается. Не увидишь более народа свирепого. Народа с глухой и непонятной речью, с языком странным, непонятным. И двадцатый стих. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наши. Глаза твои увидит Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинею. Столпы никогда не исторнутся или ни одна вербь не порвется. Очень такой длинный стих писания, длинный текст. И Господь здесь что обращает внимание? Гляни на Сион, город праздничных собраний наших. Собрания будут быть разные. Даже у нас они отличаются одно от другого. Но они бывают праздничные, когда Бог действует. А в других случаях они не праздничные. Какие-то серые вот такие. Почему-то чего-то не хватает. И вот здесь Господь говорит в Глянии на Сион, город праздничных собраний наших. Иерусалим. Иерусалим город мира. Основание жилища мира переводится на русский язык. Там, где нет мира, там не может быть праздника. Что значит? Почему именно Сион или город праздничных собраний? Вы знаете, что в храме присутствовал ковчег завета и являлась слава Божия. И вот как раз-то при этих так сказать присутствии Господа в виде ковчега завета Господня, присутствии славы Божией. У Израиля и праздник был тогда, когда слава Божия сходила, когда они чувствовали присутствие Божие. Когда этого не было, праздника никакого не было, никакой радости не было. Поэтому и прежде всего где? В Иерусалиме был, храм стоял. на горы Силоне мирный. Вы знаете, почему у нас не бывает радости? Я вам скажу, потому что нет мира друг с другом. Вот я сегодня, допустим, могу говорить из-за кафедры сегодня, а кто-то, если, конечно, вы против меня ничего никогда не имели, слава Богу, но, допустим, имели, и вы уже будете думать, а это он, наверное, мне, а это, наверное, для меня, а это, наверное, вот так и так, и у вас пошло. Какой у вас праздник будет тогда? Вы меня поняли хорошо? Иерусалим. Основание жилища мира. Когда мы сегодня говорим как Слово Божие, а кто-то воспринимает как Слово Божие, оно производит радость. Но когда у нас друг к другу подозрение, когда друг к другу какая-то антипатия, никогда не будет праздника. Будем подозревать кого-то, будем что-то ковыраться где-то, будем искать что-то и найдем. Но это будет неправда. А праздника то не было. Приходит домой, и вот тут внутри что-то шевелится, гложет днем и ночью, покоя не находит. А на самом деле это-то не так. На самом деле это-то не так. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Мы все хотим, чтобы наши богослужения, которые у нас проходят, они были праздничными, чтобы действовал Дух Святой, чтобы в действительности не были служения серия, как наши будни сериями бывают, а чтобы действительно мы находили ободрение. А для этого вот условия. оно все вот отсюда я начинал сегодня. Еще раз перечитывал. Если на высоте, какая разница, мне допустим. Хотя Павел однажды сказал так, для меня мало значит, что думаете обо мне. Он не сказал, что ничего не значит. Поэтому если мы говорим, а для меня ничего не значит, то это не совсем правда. мало значит. Никому не хочется, чтобы говорили лишь бы, что о ком-то. Но тем не менее нужно уметь не обращать внимания на все эти вещи. И помните, мы на прошлом разборе говорили, затыкают уши свои. Затыкают уши свои. Позволю себе напомнить, когда-то у Ганцевича вроде приезжал этот брат армянин. Кажется, армянин был. И он рассказывал, как Бог его учил. Он действительно доходит, это ранит сердце, это не так-то легко. И однажды он рассказывает, Бог говорит мне, иди на кладбище. Я думал, на кладбище иди, что на кладбище идти? Что это за голос такой, иди на кладбище? Говорит, не иду, не иду. Второй иди на кладбище. Ну чего на кладбище? Третий, иди на кладбище. Говорит, пошел. Дошел, Бог говорит, а теперь кричи, вы все хорошие. Говорит, кричу, вы все хорошие. Молчание. А теперь кричи, вы все плохие. Говорит, молчание. Говорит, вот и ты будь такой мертвый. Чтобы себе не кричали на кладбище мертвый, еще молчить. Ну у нас же так не получается, чтобы быть мертвым. Как на кладбище доходит, достигает. Мы иногда очень хотим, как сегодня говорим, уши вот так, кто бы мне что говорил, а скажи мне, что бы мне говорили, что у вас такого не было когда. Или хотя бы внутри не было, а хочется, что говорили, но вроде и вопрос задавать стыдно, но так хочется знать, а зачем это надо? Зачем это надо? Хорошо, если говорили хорошо, а если плохо, то зачем это надо? Хотя я всегда говорю, что ну правильно, когда что-то говорят, то не надо же закрывать глаза на все, просто проверь, правда это или неправда. А может в самом деле так? То еще не так, то будь спокоен, ну то ж не так. Но с другой стороны, конечно, мы же не безразличны, его достигает до сердца, хотя на самом деле оно не должно быть так. Затыкают уши свои и все. И я слышу ни одной из свидетельств, когда Бог говорит, что меньше всего слушали то, что говорят. Ну и самим надо поменьше говорить. Я уже говорил, кто говорит истинно, сегодня надо разобраться, где это истина, вы знаете, что. Особенно когда мы друг о друге рассказываем, то тут вообще очень трудно разобраться. Поэтому лучше всего не лезть куда не надо, а что надо знать, узнаем, Божен это есть. И уже когда от Него узнаем, там уже никуда не денешься от этого знания. Уже надо будет принять во внимание и делать определенные выводы. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза увидят Иерусалим жилища мирное, непоколебимую скинию. Конечно, непоколебимая скиния уже речь идет о вечности, потому что на земле все колеблемое. И апостол Павел в послании к евреям об этом говорил. Но здесь Священное Писание говорит, глаза увидят Иерусалим жилища мирное. И только там, где мирное, там нельзя поколебать. Но там, где внутри есть разногласия, говорят, царство разделившееся само в себе что? Не устоит. И вы знаете, сегодня это очень трудно, потому что обычно деление на почве несогласия какого-то, на почве каких-то столкновений, и часто на почве служения Богу, потому что нигде так больше столкновений не бывает, или не совсем правильно выразил, значит, ну, поле битвы сегодня нас друг другом часто на почве служения Богу. И вот здесь как раз столкновения бывают. И сохранить мир-то надо уместить. Да, много что есть, не то, что надо. Ну, что? Пошел на столкновение, что дальше? Это уж раздел, а вот уместить и делать все, чтобы перестроить, это гораздо труднее, но это то, что надо. Это то, что надо. Поэтому здесь надо очень хорошо понимать, что вот эти столкновения, противостояния, они приводят к развалу, как правило. Хотя вроде бы есть основания серьезные, но есть же правильное поведение. развалить легко и просто. И когда-то, я помню, у нас были такие вопросы, я не себя буду рисовать, я далек от этого, я, как и все люди, недостатков много и всего, но было такое время, когда, значит, братья говорили так, а мы никак не можем понять, на чей он стороне стоит. А после, когда прошло время, сказали так, а вот это же хорошо было, иначе мы разделились бы. Если бы он стал на одну сторону, было бы деление. А так и одни, и другие мои, и одно, и другое мое, если уж я отвечаю за церковь. А стать на одну сторону, нажать разделить, это значит разделить. И все. Поэтому не просто нелегко в семьях нелегко, в церковах нелегко, может, иногда и приходится вот так весь какую-то линию, трудно разобраться, но весь заключается в том, чтобы не было деления. Царство, разделившееся само в себе, что? Не устоит. Одна сторона устоит, или другая устоит, но царства-то уже нету, уже стало два, а то может быть и три. И люди, которые через разделения, хотят чего-то добиться, они настолько делятся до победы, вплоть до того, что нас двое или трое, и Бог посреди нас, потому что уже делились, делились, трех, сот, а дошли два, три, потому что нет среди нас совершенных. Среди нас нет совершенных людей абсолютно. У каждого свои плюсы, у каждого свои минусы, в одних больше плюсов, в других больше минусов, но как раз-то вот именно вот в такой обстановке, и Бог нас учит любить, умешать и уважать друг друга. Легко уважать того и любить, кто действительно единомышленник, на все сто процентов. А в чем проблема? А вот когда что-то где-то не совсем попадает мнение, и жить по-христиански, это уже достижение, это уже скалы какие-то, это уже нечто то, что так просто не дается и нелегко достигается. Поэтому я просто обращаю на этот стих внимание, глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скиньею, столбы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вербь ее не порвется. Конечно, непоколебимая скинье, я уже говорил о том, это уже в вечности, потому что здесь сотворенная, здесь колеблемая, а там непоколебимая. И здесь Господь как раз дает обещание, хотя здесь для Иерусалима, для будущего времени, для тысячелетнего царства где-то написано, и на земле это будет, я беру самый конец, финал, и это самое главное, что, ворот, стал бы его не исторгнуться. Я об этом говорил не один раз. Почему не исторгнуться? Потому что в вечности мы будем иметь святость, которую нам уменил Иисус Христос, а она стопроцентная. Вы помните ту мышь, которую я высказывал? Почему Люцифер согрешил? Дьявол, уже позже получил название дьявол. Он носил звезда утренняя, помазанный херувим был. Почему? Потому что у него святость эту Божьей стопроцентной не было. У него была его святость, святость ангела. И вот когда мы читаем, он и в ангелах своих, своих усматривает что? Речь не идет о грехах. Те, которые были грехи, они не измеруты здесь, они у происходя находятся на поверхности земли. А в его ангелов святых, по сравнению с Богом, он же является стандартом, он является идеальной личностью, но по сравнению с Богом любой ангел уступает ему в силе. У него недостаток силы. Любой ангел, даже самый высший, по сравнению с Богом, не хватает мудрости в него состраниться с Божьей. И вообще, по сравнению с Богом, у них всего не хватает. И вот там, где не хватает, можно согрешить, что Люцифер сделал. То нам Бог дает свою святость сто процентов через Христа. У нас такого не будет никогда. И опять повтораю, этот брат уже в Америке, и когда он однажды подошел ко мне после разбора и сказал, что брат Николай, а вот это все напрасно, что мы стараемся, что мы молимся, никакой гарантии нет, что мы в вечности будем с Богом все вечно. Спрашу, Миша, почему? А он не говорит. А ведь дьявол, Люцифер, был помазанным херувимом, он был полнота мудрости, венец красоты, и он же согрешил. А где гарантия, что мы не согрешим через миллион лет? И отвечайте ему на этот вопрос. А мы что, не херувимы? Правда, сегодня мы все херувимы, толстенькие, выбрытые, чистенькие, как херувимчики. Бог дал такое время быть херувимами. Но на самом деле, мы люди, я бы сказал, Миша, вот все то дело в том, что Христос нам дает свою святость стопроцентную. Он не только совершил спасение, умер за греки наши. Это очень важная часть нашего освобождения. Но Он меняет нам свою праведность и свою святость, за что благодарение Богу. И поэтому нам вешать гарантированно, мы никогда не согрешим. Но уже и ангелы, которые уже поглядели, что стало с этим помазанным хюремом, у них тоже всякая охота отпала грешить. Они уже тоже никогда этого не сделают. Поэтому просто вот когда я читаю это местописание, глаза твои в Ветерусалим, жилище мирное, непоколебимую скиньею, столпы никогда не исторгнутся. А кто? Кто столпы? Люди. Люди. Говорят, Яку, Кифа и Иоанн, почитаемые кем? Столпами подали мне и Варнаве руковщение, чтобы им идти. Нам, евреям, нам, языческим, разделились они, пошли каждый по воле Божьей определенное место. Но ворот, столпами. Столпы никогда не стонутся. На земле мы видим, как часто столпы падают и разрушение очень большое. И потом те падают, которые, казалось бы, ну, как это могло быть с этим человеком? Но оно было. Как оно могло такое быть? Как может такое случиться? Может, оказывается, но уже кто попадет в вечность туда, там ни один столпик не исторгнется. Никогда. За что благодарение Богу? Если вам будут проходить такие мысли, и кто вам такой вопрос задаст, то смело отвечайте, что наше спасение во Христе, и Он нам все свое дал, вот в чем наше счастье. Не в том, что мы какие-то отшлифованные будем, это все на своем месте. Это только задатки, которые мы здесь получаем. Они наполняются в вечности до избытка силой Божией и силой Христа, за что благодарение Богу. И не одна говорит, ни один столб не исторгнется там, в этой святой вечности, за что мы должны благодарить Бога. И никогда не смущаться и не бояться, что наш труд напрасен, наш труд счетен, хождение тоже никакой надежды нет, что будет так вот продолжаться и твердо. Все у Бога очень твердо. И если мы попадем в эту святую вечность, я имею в виду, как попадем. Мы сегодня уже в этой святой вечности находимся. В каком смысле слово верою Бог готовит нас к этому? Мы сегодня находимся во спасении, и нам остается только сохранить себя, ходить в этом спасении, чтобы в последствии жить всю вечность с Господом, без всякого смущения, без всякого сомнения, что что-то может поменяться. В вечности уже ничего не поменяется. Не поменяется для тех, которые вне спасения, и не поменяется для тех, которые во спасения. Там единицы уже неизменные. Вечность, вечность. Столпы никогда не исторгнутся. Ну, я могу прочитать Откровение Иоанна, 3 глава, 12 стих. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. А храм Божий, помните, читаете Откровение Иоанна, Иерусалим, храм Божий, это Агнец, храма я там не видел, храм это Агнец, а вместе с ним и церковь, которая с ним сочетается, никогда. И ни одна вера ее не порвется. Вер, это веровка. Там дальше мы будем читать, я прочитаю дальше. Там у нас великий Господь будет в месту широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль, ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. И здесь можно вести речь и о тысячелетнем царстве, потому что когда Господь поцарится, там тоже Он никому уже ничего не отдаст. Правда, после тысячелет написано, опять дьявол будет выпущен из темницы, опять будет обольщать народы, и опять будет противостоять Богу, будет еще такое время, но на время, когда Господь будет царствовать, там перемен никаких не будет, будет все очень твердо, ни один столб не исторжится, ну а мы уже сегодня ведем речь, не о тысячелетнем царстве, мы ведем речь о вечности, для всех остальных людей, которые будут жить на земле, тысяча лет, потом еще малое время, не знаю, каким периодом человеческим его посчитать, в Библии вроде бы об этом не написано, но будет такое время, а для нас, или через смерть, или восхищение, это уже вечность, когда мы говорим о себе, то мы уже говорим о вечности, хотя здесь можно усмотреть и время периода жизни на земле, то есть еще летнее царство, но мы уже о себе говорим, и ни одна вербия не порвется, что это за веровки, которые сегодня нас связывают, надежда для души, есть якорь, безопасный и крепкий, и уходит во внутреннее, за завису, куда притечивается нас, вошел Иисус Христос, так написано в послании к евреям, так, правда, и что же то, что может сегодня рваться, что это за веровки, идет, мач, что держит, там мы будем читать немножко ниже, ослабли веровки твои, тут вот порвется, там веровки ослабли, ну, что нас сегодня связывает с небом и с Господом, а теперь пребывают сии три, что вера, надежда и что еще и любовь, но любовь из них больше, но все это на земле может порваться, если не наблюдать, вера может ослабеть, говорит, чтобы Господь говорил Петру, чтобы молился тебе, чтобы что, чтобы не оскудела вера твоя, надежда может теряться или слабнуть, может, любовь может изменяться в худшую сторону, и, говорит, и по мере умножения беззакония во многих что, охладеет и порваться может, и ослабеть может, пока на земле, но там уже до этих и веровок не надо будет у вечности, там только одна любовь, а вера и надежда они до вечности, они до вечности, а дальше вечности они не нужны, поэтому на сегодняшний день мы обращаем внимание, что если Господь будет с нами, для евреев, может быть, обещает на земле тысячелетнее царство не порвется, а для нас, если будем верны Господу, то заперет нашей жизни на земле, до того, как в вечности перейдем, тоже не порвется, не ослабнет и не исчеркнет, это обетование Господа, это обетование Господа, и ни одна вера в ее не порвется, там у нас великий Господь будет в месту рек, в месту широких каналов, туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль, но там его и не надо будет, почему сегодня нам нужны реки какие-то, корабли большие, чтобы компенсировать потерю благословения Божия, а когда Господь восстановит все, поставит все на свое место, говорит, не надо будет широких рек, не надо, и канал, а канал, это уже искусственное сооружение, не надо будет каналов, не надо будет больших кораблей, когда Господь возвратит благословение, говорит, Господь будет вместо рек больших, и вместо широких каналов, и вместо кораблей, и так Господь делал, когда были израильтяне в пустыне, он дал пример, там надо были реки, он из скалы давал воду, было такое? Было. когда не было питания, надо были большие корабли, чтобы провозить, или манна падала от руки Господней? Было. А это намеки на то, что когда Господь начнет делать свою работу, то так и будет. И что оставалось израильчанам на то время, когда Господь давал манну? В чем составил их труд? Собрать. собрать и наварить, ну и съесть. Потому что мы иногда хотим, чтобы нам кто-то приготовил пищу, пожевал, да еще и в рот положил, да еще и глотать заставил. Не все же вы хотите глотать то, что слышите, правда? Кое-что не хочется проглатывать, потому что я не раз говорил, это показатель хороший. Я повторю то, что говорил, я сегодня не вижу что-то так. Вот когда вы слушаете проповедника, он вам проповедует Слово Божие, и вас что-то задевает вот тут, это ваше больное место. Это не промах проповедника, может даже это не его искусство, это Слово Божие. И когда оно касается больного места, у вас тут начинается шуметь что-то. Если вы здоровые, вы это запросто пропускаете. Так или не так? Так. А когда больное, раз, и уже заскрабло что-то, и уже начинается в голове, и пошла вот такая королесица, больное место затронули. проповедник, я просто еще раз повторяю вот это. Это не просто так. Если проповедник проповедовал, и он никого не затронул, то кому нужен такой проповедник? Когда он ничего никому не сказал, ничего не открытого, зачем он нужен вообще-то? Я не стою на той точке зрения, проповедник должен обижать всех, где-то бомбить всех, я не об этом говорю, я говорю, о таком открытой проповеди, доброжелательной, под влиянием Духа Святого, с любовью. Но не всегда люди воспринимают так, как надо. Я опять напомню, очень часто вспоминаю этого богатого юношу. Добивался, добивался, скажи, что мне не хватает. А как Господь сказал, он взял, повернулся да и ушел, то что ты вообще добивался тогда? Он никогда не думал, что у него больное место это. Он кругом искал и в отношениях с родителями и не убивай, и не кради, не проживодействуй. Он там все-все проверил и не нашел, в чем проблема. Говорит, все, знаешь заповеди, знаю, все у меня нормально, хочешь знать, где ненормально. Вот у тебя большое имение, пойди его продай, раздай нишем, как услышал. Сразу руки опустились, и сердце дрогнуло, повернулся и ушел с печалью. У него было большое имение. Дело было не в большом имении, это был идол его, это был его идол. Есть люди, которые имеют много, но он идолом не является, а есть почти ничего не имеют, но настолько сильно привязаны к этому, что трудно передать, какие-то крепкие связи бывают. Поэтому вот мы читаем сегодня и говорим, что Господь будет в месту рек, в месту широких каналов, туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль, потому что Господь будет это делать. Но я опять повторяю, но туда попадут те, о которых написано, если это нас рассматривать, у которых не будет ни пятна, не порок, а так вот просто с пороками и с пятнами не попадет туда, не попадет туда. Ибо Господь судья наш. Вы знаете, насколько вот это, оно такое сильно, что Господь судья наш. Почему Господь судья? Почему это преимущество? Я прочитаю его шевчем. Ибо Господь судья наш. Это первое. Второе. Законодатель наш. Третье. Цар наш. Он спасет нас. Судья спасет. Вы знаете, что судьи многих спасают? Справедливым судом они ставят все на свое место и рассудившие выясняют, что человек невиновен и что, освобождают? И это делает судья. И второе, на что надо обратить внимание, господь судья наш. За судьей последнее слово в спорном деле. Вы это, наверное, знаете. Сегодня на первый суд могут подавать, но, опять-таки, это будут высшестоящие судьи судить, но за ним последнее слово будет. Он выслушивает всех, адвоката, прокурора, обвиняемого, виновного, невиновного, и он разбирается, что на самом деле я вижу сегодня. Кто из них прав, кто виноват, и последнее слово за ним. И вот Руки Сая говорит, что наше счастье, что Господь судья наш, он правильно разберет всякое дело и оправдает. Но вы знаете, что преступник, он не любит честных судей, потому что они его осудят. Честного судью любит и хочет иметь как судью невиноватый человек. Невиноватый человек. А преступник, он не хочет видеть таких судей. То вот Господь всегда справедливый и, надо сказать, милостивый. И с другой стороны, я обращаю внимание, Господь судья наш, он взял на себя наше преступление и оправдывает. И оправдывает нас, за что, конечно, мы благодарны Богу. Но чтобы сказать Господь судья наш, то надо понимать глубину вот этого слова. Господь и судья, что справедливо все будет. Господь судья наш. Кто обвиняет избранных Божиих. Бог что делает? Оправдывает их. Хотя Бог это судья, но он отдал своего сына, своего собственного сына отдал, который умер за грехи наши, и теперь нас не за что судить. Суд произошел, произошел над Иисусом Христом. Но эта сторона известна, мы немного говорим, есть другая сторона. Господь судья наш, я на эту тему говорил, что суд над всяким делом, помните Кляш что сказал, я Кляша что сказал, суд над всяким делом там. Вот то, что мы сегодня здесь судим, оно может не всегда совпадать с тем судом, который Бог судил бы. Поэтому всякое дело будет пересмотрено. На земле можно обмануть, можно избежать суда. Написание вроде здесь, я отрываюсь от консекта, Господь судья наш, и его не пройдешь. Он знает, что 30 лет назад сделал, скрыл, никто ничего не знает, он знает. И однажды он это вынесет на поверхность. Если конечно человек не покается, не попросит прощения, если он искренне не сложит все у Голгофского креста. Вот это Господь судья наш. Для одних это радость, а для других это большое несчастье. Потому что одни будут оправданы тех, тех, которых люди судили, а другие будут обвинены, тех, которые люди судили и оправдали. Суд над всяким делом будет там. И там Бог и судью будет судить. А почему ты судил неправильно? Почему ты разобрался? Суд над всяким делом там. И здесь Писание говорит, ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш. очень часто законы толкуют двояко, толкуют неправильно. Их могут толковать каждый в свою сторону. То когда Господь законодатель и он же судья, то он правильно понимает свой закон, который он дал. Он никогда не будет то в одну, то в другую сторону. Он прекрасно понимает, что есть на самом законодатель наш. Ну, и что еще можно сказать? Что имеет право законодатель? Он имеет право отменить свой закон или усовершенствовать его. Он законодатель. И вы знаете, Господь как законодатель очень часто, ну, как очень часто, когда мы смотрим Библию, наверное, не очень часто, но менял действующие законы. Помните, как топор плавал? Почему он мог всплыть топор, который уронили? Законодатель изменил закон? Что там, земное тягочение убрал, или что он убрал? Я не знаю, но топор всплыл. Вы помните, когда был очень длинный день один, когда солнце и луна стояли? Почему так получилось? Законодатель когда увидел, что народ израильский не успел одержать победу, а отдать передышку на ночь, враг собираться силами, сконцентруется, и опять будет битва, он взял и продлил день. Законодатель! Или вы часто знаете эти законы, уже надо человеку умирать, а Господь подчиняется закону, а с другой стороны цар это цар. По закону осудили, пишут помилование царю, и что? Еще он напишет помиловать, то что помилуют или не помилуют? А как это? Он нарушил закон, судили смертной казни, а он взял помиловал, а потому что он цар. А потому что он цар. Вот он захотел так сделать, и сделал цар. Он говорит, цар наш, и он спасет наш, поэтому мы сегодня во Христе Иисусе имеем все. И судья, и законодатель, и цар милует. А цар обычно милует, обычно милует, не всегда, наверное, тоже есть свои условия. Царь наш, он спасет нас. Ослабли веровки твои, не могут удержать мачты и начнуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. Ну, тут такое интересное место. Характеризуется время настоящее. ослабли веровки. Я уже о веровках говорил. Вот сравните вот эту первую веровку. Если веру взять, я вообще не толкую, чтобы вот только так и так понимать. Может быть, что-нибудь в веровках видите, и что большее? Я просто беру то, что сегодня для нас приемлемо, и что, видимо, что-то за веровки. Я взял пример якорь, а чем он соединяется? Веровкой. Веровкой соединяется. И если сравнить сегодня вот эту веровку, веру, которая была вовремена апостолом, и теперь, согласитесь, что эта веровка ослабела, наверное. Ослабли веровки твои. Может быть, не сама веровка, но не натянута так, как надо. А мач, вы знаете, держится веровками. Вот этот шест такой большой, он трос тросами держится. Наверное, там не три больше, если на самом деле на корабле. Но как пример такой вот взят. Ослабли веровки твои. Вера, надежда и любовь ослабела. Значит, веровки ослабли. Не могут удержать мачты. А раз мачты не удержать, то и парус натянуть нельзя. А раз парус не натянут, и ветер не ловит, и движение нет. И движение нет. И вот получается так, как по его один псалом, говорит, но я думал, что шел, помните этот псалом, между тем, что было? Между тем, как стоял на пути. Я, говорит, думал, что шел, а между тем, я стоял. И кто-то сегодня сказал, где-то там тоже такую картину наблюл, засняли, что, говорит, захотела бабушка подняться по эскалатору, достала на ту линию, которая вниз идет, говорит, встала с сумками, становится на ступеньку, и назад, становится другую, и назад, топчется на месте, идет. Вы знаете, эскалатор, надо было, который наверх, она стала, который вниз идет. Говорит, все стали кругом смеяться. Она, говорит, подняла глаза, говорит, вместо того, чтобы помогли, говорит, снимают и смеются, и топчется на месте. Идет. Она же думала, что идет, ей надо помощь. Оказалось, надо не на ту линию стало. Поэтому в нашей жизни тоже вот так же вот бывает. Ослабли веровки, еще что-то ослабло, и думаем, что идем, говорит, а я думал, что шел, между тем, как стоял на пути, и силы тирал, и, может быть, время уходило, и, главное, что не видел, что стоял на месте. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы действительно не стояли на пути, и давайте поправлять свои веровки, натягивать, чтобы удержать эти мачты в молитве, чтобы ловить этот ветер благодати Господней. Парус. Здесь вот таким языком с кораблем сравнивается все, и вот, говорит, вот что получилось, ослабли веровки, не натянуты, парус не работает так, как надо, и бьемся, бьемся, и движение такое, как хотели бы видеть, но не наблюдаем. Пусть Господь сегодня благословит нас, я уже не буду больше говорить, уже 48 минут, мы будем молиться, пусть Господь благословит нас, давайте будем ловить этот ветер благодати, давайте будем делать все, что необходимо, чтобы наш успешный христианский путь был, и пусть милость Господней и в дальнейшее время будет с нами. Аминь.